Вы говорили Ельцину, что Ельцин, видимо, ошибся, назначив представителя КГБ своим преемником. Вы знаете, после того, как Путин стал президентом, у меня не было никаких встреч. С Ельцином? С Ельцином. А только однажды я написал ему письмо, оно тоже было опубликовано, по-моему, в «Ненависимой» газете, это было лет пять тому назад, где, в общем, сказал Ельцину, что революционер не имеет права на пенсию. И так случилось, что Ельцин даже косвенно ответил на это письмо через некоторые свои замечания, замечания Путину. Кто, как не вы, знаете, существовала ли договоренность между Путиным и Ельцином о том, что Ельцин публично нигде не высказывается о курсе Путина, не критикует его, но сидит тихо, вообще не дает интервью, а Путин не трогает Ельцина и семью? Ну, мне ничего не известно о подобных договоренностях. Более того, зная Ельцина, я сомневаюсь, что такие договоренности существовали. Но, с другой стороны, я уверен, что именно так Ельцин понимал роль президента в целом, экс-президента. Вот он ушел, он передал, и теперь это твое дело. Я считаю, что это ложное понимание роли экс-президента, тем более президента-революционера. Потому что Ельцин посуществует, взял ответственность на себя за миллионы и миллионы людей, за судьбы этих людей. И поэтому, несмотря на то, что он ушел из этого кресла, он не имел права уходить на пенсию.